Затягивание судебного процесса в гражданском судопроизводстве. В редких ситуациях та или иная сторона нацелена не на положительный исход тяжбы в свою пользу, а на оттягивание судебного разбирательства. Это происходит по различным причинам, например, гражданин не желает выплачивать задолженность, не намерен подчиняться требованиям госорганов. Но зачастую для этого возникает и объективная необходимость. В этой статье будет рассмотрен вопрос о том, что представляет собой затягивание судебного процесса в гражданском судопроизводстве и как ему противостоять. Что означает оттягивание судебного разбирательства? Законность в гражданском судопроизводстве реализуется лишь в том случае, если все участники дела соблюдают все нормы, установленные процессуальным правом. Согласно 35-й статье Гражданского процессуального кодекса, главным требованием для лиц, принимающих участие в процессе, считается добросовестность. Судебный процесс. Если участники заседания недобросовестны по отношению к суду, злоупотребляют своими правами, судья вправе вынести. Постановление о наложении на них штрафных санкций. Умышленное замедление дела – одно из проявлений недобросовестности. Важно! Откладывание слушания в гражданском судопроизводстве может быть насколько субъективным, настолько же и объективным явлением. Откладывание разбирательства административных дел является неблагоприятным результатом для суда, так как не связывается напрямую с неправомерными действиями истца или ответчика. В этой ситуации затягивать слушание приходится для совершения процессуальных действий, отсутствие которых делает невозможным дальнейшее рассмотрение дела и установление приговора. Здесь важно помнить, сколько раз можно подавать апелляцию на решение суда, чтобы оспорить его вердикт. С субъективной стороны откладывание заседания является неправомерными действиями участника процесса, цель которого – отсрочить приговор. Оттягивание – препятствия для разрешения процесса в арбитражном суде без нанесения другой стороне ущерба. При принятии какого-либо решения судья должен четко различать безвинные действия, повлекшие откладывание заседания, и недобросовестные поступки ответчика или истца. Что будет при злоупотреблении правами? ГПК РФ. Различные виды судопроизводства предусматривают отдельные подходы к злоупотреблению сторон их правами. Например, арбитражный процессуальный кодекс РФ налагает все судебные траты на сторону, которая злоупотребила своим правом или не исполнила свои обязанности. Здесь сказано о злоупотреблениях, повлекших за собой срыв слушания, его откладывания и препятствия в принятии решения. К тому же АПК вправе не удовлетворить исковое заявление или ходатайство, если не было подано в срок для умышленного замедления дела. Другие процессуальные кодексы предусматривают наказание за такой поступок. К примеру, иногда стороны могут без уважительной причины не предоставить улики и доказательства, которые требует суд, тогда он вправе наложить штрафную санкцию. В Уголовном кодексе существует регламент ситуаций, в которых участники могут затянуть время изучения документов и протокола судебного заседания. В таких случаях судья оглашает конкретный срок, за который стороны могут ознакомиться с документацией. По мнению юристов, недобросовестность по отношению к суду и торможении разбирательства может повысить вероятность отрицательного исхода. Дело так, как суд отвлекается на разрешение второстепенных вопросов. Проигрыш будет стоить дорого, так как на виновника затягивание тяжбо возложат все финансовые расходы. Также, злоупотребив правами, он может проиграть судебный спор, даже если вначале должен был победить. Из-за потерянного времени в ходе разбирательства итог может быть совершенно другим. Способы и методы торможения процесса. Интересно. Сегодня многие люди знают, что в случае намеренного откладывания процедуры они понесут наказание. Но, несмотря на это, они умудряются использовать различные приемы и способы, тормозящие рассмотрение спора. Ниже будет сказано о том, как можно затянуть судебный процесс по гражданскому делу. Уговорить суд возбудить уголовное дело по предмету споров, при этом причина открытия не представляет особой важности. Оно не дойдет до уголовного суда и будет закрыто, но это даст возможность выиграть время. Возбудить гражданское дело таким же образом, но его сложнее завести и связать с объектом споров. Судебное разбирательство может длиться несколько лет. Если в слушании участвуют какие-либо организации или предприятия, то можно применить процедуру реорганизации или ликвидировать компанию. Добиться проведения какой-либо экспертизы, которая может затянуться на несколько месяцев. В таком случае нужно убедительно аргументировать ее необходимость. Участники судебного процесса Развитие действий может затягиваться по причине серьезной болезни одной из сторон. Также тяжба приостановят, если ответчик или истец ездит в долгие командировки. В первый раз такое можно осуществить. В дальнейшем такие причины для откладывания будет сложнее привести, так как срок рассмотрения ограничен. Судья может и не разрешить повторно откладывать заседание. В процесс можно включить заграничного свидетеля в человека или компанию, которая вовлечена в дело. Это может быть офшорная зарубежная компания. До тех пор, пока суд не удостоверится, что этот свидетель был ознакомлен с судебным оповещением, разбирательство будет отложено. Существует вариант подать встречный иск, он будет рассматриваться наравне с главным иском. Такой ход позволит стороне быть истцом по параллельному делу, выиграть время за счет его рассмотрения и выслушивания всех свидетелей и т.д. Повторное заявление может подаваться в последний день подачи апелляционной жалобы. На заметку. Перед тем, как подается апелляционное обжалование, нужно подать исковое заявление о непризнании заключительного договора. То есть разбирательство принимает новые обороты, и решение выносится спустя время. Основание для торможения процесса. Участники заседания могут тянуть время по нескольким причинам. Если одна из сторон желает выиграть время, чтобы собрать дополнительные. Доказательства и улики. Если ответчик или истец пытаются отложить провозглашение приговора и его исполнение. Когда второй стороне. Был нанесен материальный или репутационный вред, так как объект не имеет права применять никаких действий к другой стороне до истечения. Судебного процесса. Если ситуация была доведена до такого состояния, что истец должен принять мировое решение в сложившейся ситуации. В ущерб собственным интересам. Важно. В иных случаях истец может сам совершать какие-либо действия, ведущие к торможению процесса. Ему это нужно для сбора дополнительной доказательной базы. Судебное разбирательство. Кому выгодна отсрочка разбирательства. Истец и ответчик часто задаются вопросами, можно ли отложить судебные заседания в апелляционной инстанции. Истцу это нужно для того, чтобы вымотать нервы ответчику, нарушить его привычный уклад жизни, нанести вред репутации или хозяйственной деятельности. Ответчик же зачастую тянет время, чтобы не выполнять обязательства, которые и есть предмет иска. В таком случае должна подаваться повторная апелляция, которая ускорит завершение процесса. Нужно знать. Часто во время того, как судебные распри были отложены, ответчик пытается вывести средства в другую фирму или перечислить на офшорные счеты. Способы противодействия, обжалования и решения. Чтобы предотвратить торможение заседания, нужно беспрекословно выполнять все требования суда. Во всей документации, предоставляемой судье не должно содержаться причин для подачи апелляции. Все бумаги должны быть оформлены по всем правилам ГПК. Следует помнить о том, что все действия лучше совершать вовремя и полностью. Главное, не переусердствовать с предоставленными правами, если некоторые действия можно совершить заранее. Прибегая к этим способам, один из участников процесса может предотвратить затягивание дела. Что делать, если другая сторона замедляет дело? Апелляционная жалоба. Если какую-то сторону не устроил приговор, то она должна знать, сколько раз можно обжаловать решение суда и дни подачи апелляции. А спаривать действия другой стороны можно с помощью судебной волокиты. Жалоба должна подаваться по причине недобросовестного поведения другой стороны. На основании всего изложенного следует вывод, что для наилучшего завершения дела лучше досконально подготовить документацию, заранее. Предоставить ее суду, чтобы у оппонента не было возможности впоследствии ее опротестовать.